Каждый рабочий день для разных отделов медиахолдинга ТВК начинается с планерок. На летучках сотрудники компании намечают планы, подводят промежуточные итоги работы. Время подводить итоги за год. И это мы сделаем в этом репортаже. Что же было сделано в 2023 году? Этот вопрос мы задали президенту медиахолдинга ТВК Александру Кирпиченко. За прошедший год мы сделали очень многое. Увеличили процент проникновения в дома по нашим основным услугам. Это доступ в сеть интернет и кабельное телевидение. Штат увеличили, сотрудников, потому что территории добавляются. И чтобы сервис был лучше и надежнее, поэтому количество сотрудников увеличили. Еще мы продолжаем украшать город наш Берск. Мы отремонтировали фасад здания нашего телецентра, установили иллюминацию. И сейчас здание телецентра в городе Берске самое красивое, особенно в вечернее время. А теперь подробнее. Абоненты, проживающие в 80 домах из Китима и Бердска, помимо услуг телевидения, получили услуги интернета от ТВК. Медиахолдинг расширил свое присутствие. Еще один населенный пункт обеспечен интернетом и интерактивным телевидением. На территории Масляинского района мы построили новый населенный пункт. Это село Баженск. Также в частном секторе, где у нас есть сезонники, это, допустим, дачные общества, такие как Ива, либо там, где люди строятся для постоянного места проживания, допустим, это Берские кварталы, коттеджный поселок были в этом году построены. И там мы тоже предоставляем услуги телевидения и интернета. У нас запущен проект по реконструкции еще 120 многоквартирных домов подключения к сети интернет, но он пока что на стадии разработки, скажем тогда, строительства, оборудования мы закупили, поэтому 2024 год у нас будет тоже очень активным и плодотворным годом. Новые территории, новые абоненты, большая ответственность. Но сотрудники компании этого точно не боятся, ведь телекомпания прирастает зрителями, а рассказывать о том, что происходит вокруг, это приятная миссия. Корреспонденты регулярно готовят свежие выпуски новостей. Руководители, в свою очередь, продолжают совершенствовать собственный телеканал. Из года в год мы стараемся создать что-то новое и интересное, стать лучше и качественнее. И 2023 год не стал исключением. В этом сезоне мы запустили в эфир новые программы. Это «Король гриля», «Вне зоны» и «Нечайные домохозяйки». Разработали новый дизайн анонса всех программ. Освежили оформление рекламных блоков. Как и всегда для наших партнеров и рекламодателей мы монтировали качественный контент. Это фильмы, презентационные, поздравительные и рекламные ролики. Заказали новые задники и павильоны Бердска и Скитима для того, чтобы записывать гостей в студии было красиво. И планируем далее создавать новые красивые зоны. Кроме того, мы активно развиваем новое направление. Это реклама в лифтах. На сегодняшний день у нас 227 рекламных конструкций в лифтах разных районов Бердска. И наши клиенты чувствуют хороший эффект от размещения. И, конечно же, мы готовы к новым предложениям, новым проектам, партнерству и взаимовыгодному сотрудничеству. Медиахолдинг продолжает улучшать сервис. Обратная связь осуществляется через контактный центр. Его специалисты обрабатывают множество обращений действующих и потенциальных абонентов, консультируют, решают возникающие проблемы. Подводя итоги уходящего года, хотелось бы поблагодарить наших дорогих абонентов за то, что они выбрали нашу компанию и остаются с нами. Мы, в свою очередь, становимся лучше, совершенствуем наш сервис для того, чтобы наши абоненты были довольны и получали качественные услуги в полном объеме. График работы контактного центра с 8 утра до 12 часов ночи. График работы технической поддержки с 9 часов утра до 10 часов вечера. В указанное время наши абоненты могут обращаться на горячую линию для решения вопросов. Современный мир диктует свои условия. Каждый день различные компании подвергаются хакерским атакам. И медиахолдинг не исключение. Поэтому информационная безопасность – один из приоритетов. В этом году была проделана огромная работа по обеспечению безопасности сети. Регулярные попытки взлома заставили нас усилиться в этом направлении. Плюс постоянно новые хитрости, которые придумывают те, кто пытаются воздействовать на сети операторов связи. Мы по ходу подстраивались под ситуацию и продолжаем это делать по сей день. Несмотря на возникающие проблемы с закупкой нового оборудования, мы полностью обеспечили все необходимые резервы. Мы произвели модернизацию отдельных участков сети. И станции в целом, в том числе, на прошлой неделе запустили цифровую станцию в поселке Горном. И, несмотря ни на что, продолжаем развивать нашу сеть, строиться дальше для того, чтобы наши абоненты получали услуги в полном объеме. Сотрудники медиахолдинга в этом году учились, перенимали опыт и делились своим. Так журналисты Бердской и Искитимской редакции приняли участие в медиашколе, организованной каналом «Раша Тудей». Повысили свой профессиональный уровень на мастер-классах. В Бердске прошел фестиваль прессы, на который съехались представители СМИ со всего региона. Фестиваль стал площадкой для обмена опытом. Стали участниками события и корреспонденты Бердской студии ТВК. Павел и Ольга Козицыны приняли участие в Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей. Участники съезда обсудили особенности современного медиарынка. Медиахолдинг ТВК стал членом Национальной ассоциации телерадиовещателей. А основатели медиахолдинга Александр и Татьяна Кирпиченко получили орден в номинации «Семейный бизнес» Всероссийской премии «Человек года-2023». Премия призвана выявлять успешных бизнесменов и укреплять их авторитет. Уважаемые партнеры, уважаемые рекламодатели, благодарю вас за плодотворное сотрудничество в 2023 году. И выражаю уверенность, что и в 2024, и в последующие годы мы с вами все так же плотно будем работать. Уважаемые телезрители, благодарю вас за то, что вы выбираете нас, вы доверяете нам, вы смотрите нас. Всех я поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством. Всем здоровья и всех благ. Поддержка развития детского спорта и популяризация ЗОЖ – цель, которую поставил Медиахолдинг в этом году. В Бердске есть баскетбольная команда, которая выступает под брендом ТВК. Компания взяла на себя финансовые расходы талантливых спортсменов. Также сотрудники ТВК организовали дворовый турнир по пионерболу. В соревнованиях приняли участие шесть команд. Все ребятишки, помимо хорошего настроения и мотивации заниматься спортом, получили призы. А на фестивале «Энергия молодости» телекомпания выступила спонсором. Участники также получили приятные подарки. Медиахолдинг не изменяет своим традициям. Дворовые праздники и розыгрыши призов от ТВК давно полюбились жителям Бердска, Искитима и Маслянина. И в этом году сотрудники компании удивляли играми и подарками. Итак, мы рассказали об основных событиях, которые произошли с компанией за этот год. Так каким же запомнился 2023-й? Своими мыслями поделился исполнительный директор медиахолдинга ТВК. Уходящий 2023 год был невероятно интересным. Несмотря на все те сложности, с которыми мы столкнулись, мы достигли тех целей, которые были поставлены перед нами. Этот год очень четко подсветил, что команда профессионалов, которая собралась в медиахолдинге, имея все необходимые инструменты, в любом случае достигнет результата, несмотря на все те факторы внешние, которые могут на нас влиять. Вот таким был год для медиахолдинга ТВК. Год, который принес трудности, интересные задачи, новый опыт. И с этим опытом компания вступает в новый 2024 год. В планах компании достигать новых вершин, осваивать новые территории, радовать абонентов. ТВК. О людях для людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова